Миллион, Артур, миллион! Всем привет! И ты попал на канал Вилка, и ты знаешь, что нужно взять печеньки и готовиться к лучшему время при прождении за день. А мы продолжаем с тобой смотреть Галактический футбол. Это 24 серия третьего сезона. Соответственно, мы всё ближе и ближе к концу. Что ты делаешь? Жестикулирую. Не хватает динамики в кадре, понимаешь? Давай, ты болтай, я... Я предлагаю вот здесь. Я суп... Вот здесь. Повесить часы. Они будут вот так тикать, и это будет создавать динамики. Нет. Да. Нет? Давай, что? Рассказываю. Ну всё, вот близимся к... Две серии осталось. Три. Ну, эту не считаем. Эту не считаем две. Думаю, 25-ю, 26-ю мы, наверное, залпом посмотрим вместе тоже, чтобы этот... Чтобы уже добиться. Чтобы процесс всё-таки этот не затягивать, потому что всё равно за недельку всё забывается, за недельку всё пропадает, поэтому надо бы две серийки по-хорошему Скажи эту клубу романтики. Клуб романтики, кстати, надо бы тоже поиграть, но... Клуб романтики... О, я тебе хочешь это, ты вот мне всё говоришь, уговариваешь клуб романтики, да? А я тебе, короче, ультиматум ставлю. Клуб романтики будем снимать только тогда, когда уйдёшь с работ. Вот. Кто уйдет в тропах? Никто не уйдёт. Как это? Вот уже четыре человека, видишь, хотят, чтобы ты ушла. И в начале видео мы их ими напишем. Они прям каждый день ко мне приходят с петиции и говорят... Главные желающие. И говорят, хотим, чтобы Аня ушла с работы. Вот. Да-да-да. Но пока что их петиция плохо работает, никто не подписывает. Поэтому... Ну, как наберутся, так наберутся. Поэтому потом только вы по романтике. Да? Нет. Это яркая энергия потока. Присутствует на каждой планете. Я знаю всё о губерномтике. Я знаю калия, желтый, я знаю зовс небес. Мощь потока такова, что применение её разрешено только с галактическим футболем. Самым зрелищным в виде спорта. История любви. Ага. И это всё, что нужно за эти клубы романтики, чтобы считаться профессионалом. Зов небес. Стали настоящими героями. Стутбольную лигу влились новые команды. Был организован межпланетный турнир. Как все эти перемены скажутся на команде Сноукидс? Максимум. Ведь впереди ещё много испытаний. галактический футбол. В предыдущих сериях я хотел вам сказать, что из-за недавних событий я решил уйти с поста тренером. Что? Сегодняшнего дня. Я понял, почему... Я не принимаю его решение. Я понял, почему этот проект умер. Кто какой? Почему? Он не умер, он закончился просто ещё. Нет, возможно, он умер. Он уже умирать начал, наверное, с первого сезона. Я понял, почему. Почему? С первого сезона? В смысле? Ну... Сейчас. Ну-ка поясняйте. Сейчас поясню. Ну смотри. У него небольшая клиентская база, хочу сказать. Клиентская. У него небольшая фанатская база. Не достаточно, наверное, в телефоны. Что в России, что и за рубежом. Вот. А почему за рубежом-то не очень популярно? А ты слышала? Нет, как они там озвучивают. Это вообще как-то... Наш... Наш дубляж российский, он вообще вывез. Он такое делает эмоциональным. У нас всегда хороший дубляж. И этот делает. И реально интересно. А вот я, когда прислушиваюсь на задний фон, там с таким однотипным и неинтересным голосом всё озвучивается, что смотреть вообще не хочется. Сегодня официальным тренером Snow Kids станет Rocket. Нужно уважать его решение и выиграть финал. Господин посол. Майя, есть хорошие новости. Я выяснил, где живут родители Синеда. Что-то случилось с Синеджа? Ваш сын, он жив. Что? Чего ты хочешь, Магнус? Хочу сделать тебе редкое предложение. Слушай меня внимательно. Хочешь сыграть с нами в финале? Что? Ты о чём? Зачем мне помогать вам в борьбе? За тем, что ты в глубине души. Всё ещё часть Snow Kids. Синед, я скажу тебе кое-что важное. И ты должен мне верить. 24 серия. Доброе утро, Snow Kids. Пора вставать. До начала тренировки осталось 20 минут. Капец, что-то успешно. Но ещё немного, я ещё не выспался. Одеться. Вставай, Майс. У нас впереди длинный день. Очень мало времени. Мне раньше нужно было в 8 быть в школе, а без 10 я просыпался. Я за 10 минут успел добежать до школы, умыться, одеться. Что ты тут начинаешь очень мало? За 20 вообще можно миру захватить. Мне, чтобы собраться на работу, час нужно. Так, ну, смотря как собираешься, ты как тюлень лежишь и тянешь ты, конечно. А если ты резко подскочил, оделся, умылся и побежал, то по 10 минут это с головой хватает всё успеть. И сегодня мы будем не одни. Доброе утро, Джок. Это кто сказал «доброе утро, Джок»? Ты всегда такой, когда просыпаешься, Майкро Айс? Узнаю этот голос. Это Келли. Доброе утро, Майкро Айс. Ты забыла, что я сегодня снимаю передачу «Один день с командой Сноу Китс»? Точно. «Один день с командой Сноу Китс». Ну, конечно. Я совсем забыл. Я сейчас приду, Келли. Поздно, я первый. Секунду. Доброе утро, Келли. Усну опять. Как вы уже заметили, Келли с самого утра следует за нами, чтобы снять «Сноу Китс» в повседневной жизни. Ура! Всем привет! А этот поцелуй золен. Но нужно вести себя, как обычно, и не отвлекаться. Напоминаю, у нас сложная программа, гала тренировки, спортзал, а потом тренировочная игра. Как видите, в повседневной жизни «Сноу Китс» довольно веселые и простые ребята. А теперь, Норк, передаю слово тебе. А я вернусь позже со свежими новостями из одного дня с командой «Сноу Китс». Спасибо, Келли. До финального матча между командой «Парадизи» и «Сноу Китс» остается всего несколько дней, и мы продолжаем рассказ о финалистах. Барри, тебе слово. Ни один игрок команды «Парадизи» за несколько дней не вышел из отеля. Но многие их фанаты… Микки, мы любим тебя! Мы любим тебя! Мы твои фанаты! Но, как видите, многие их фанаты все еще надеются увидеть своих любимцев. Как это грубо было. Я тебя уже предупреждал. Вход запрещен. Никто не помешает Шарке собрать инфу на команду «Парадизи» Нам надо с тобой посмотреть убойный футбол или как кунг-футбол «Да, такой не видел». Смотри-ка, отгляну. «И здесь мой брат? А он нас ждет? Он будет вас встречать в службе!» «Конечно ждет, он даже тебя не знает!» «Я не хочу его увидеть!» «А это правда, что мой брат настоящая звезда галактического футбола!» «Я еще не видел». Прикинь, у Синеда травма то, что его родители были не настоящими подельными. Сейчас эти придут и опять скажут «Мы твои родители». Он такой «А ну покажите документы!» «А ну пойдемте тест ДНК!» Он такой «Вообще им не доверять не может». «Конечно, Сунджа!» «Если где и смотреть матч галактического футбола, то только здесь, на стадионе Генезис». «Так здорово!» «Ты такая болтушка, Сунджа!» «Ваши победители не расслабляются. Это цена, которую нужно заплатить за чемпионский титул». «Давайте, давайте, не снижайте темп!» «А ты-то что не занимаешься?» «Так он тренер!» «Ну пусть тоже себя в форме держит. Что-то тренеру надо пузо отращивать. Что ж, Сноу Китс, какие ощущения перед очередным финалом?» «Это только...» «Видела». «Да». «Как будто мы угоняли». «А для меня только второй». «Эй, Сноу Китс, не забывайте, мы еще не выиграли!» «Нет, мы победим!» «Мы победим!» «Мы победим!» «Мы победим!» «Вопрос к тебе, Тия. Сложно ли быть капитаном Сноу Китс?» «Она капитана?» «Тия для меня самый лучший капитан. «Потому что Джок, перестань!» «Да, Джок, тут еще пирожок». Синет, ты мне веришь?» «Клянусь, они твои настоящие родители». «Майя, я больше слышать не хочу о моих родителях. Это в прошлом. Вы слышите?» «Это ты не слышишь, Синет. У тебя есть семья. И даже чудесная младшая сестра. Только от тебя зависит, дашь ли ты им второй шанс. И дашь ли ты себе второй шанс. Капец, так Майя путешественница. Она сначала съездила к его семье, поговорила. Потом вернулась, поговорила с Синетом, чтобы уговорить их вернуться. Ой, чтобы он разрешил им. Потом обратно поехала к ним, чтобы забрать сейчас обратно и лететь сюда. «Привет, ты Синет?» «Да, я...» «Я Сонжа. «Так ты мой брат, да?» «Майя сказала, ты звезда галактического футбола!» «Так за какую команду ты играешь?» «Ты же научишь меня играть, да?» Если уж он научился, у тебя все получится. «Рокет, расскажи нам об этой комнате. С ней связано много всего. Здесь находился кабинет Арчи с нашего первого кубка. Наша команда заводилась именно здесь». «А теперь это твой кабинет, Рокет?» «Это тяжкий груз?» Интересное совпадение. Они решили снять день из жизни Snow Kids после того, как ушел Арчи. Походу, настолько ему очень нравился, что они такие, «О, он ушел!» «Давайте отсюда!» «Конечно!» «Свобода!» За третий сезон не было ни разу такого. И только стоило Арчи выйти за порогой. И они такие, «Снимаем!» «Да, ощутимый!» «Келли, я бы солгал, если бы ответил иначе. Но я думаю, что у Snow Kids хватит сил, чтобы измениться, адаптироваться и принять новых игроков». «Но Лунзия ушла, а новые игроки уже давно не приходили к вам в команду». «Так зачем нам нового на полном состава?» «Ты жалеешь, что не играешь сам?» «Не ощущаю, что остался неудел». «А кто сказал, что я больше не буду играть?» «Хоть я и тренер, я часть команды». «Спасибо за искренность, Рокет!» «Ну, потому что ты болен немножко». «Кстати, Гэрис и давно не показывали, да это он?» «Нет, это Феликс. Прости». «Это Димир. Феникс, как я рад. Я уже не надеялся». «Я уже такая, ну какой Феникс?» «Это же Димит Реско, шляпка-то издает.» «Магнус вроде зовут. Тогда Феникс откуда у меня в голове?» «Это Гэр Поттер?» «Да». «Это Гэр Поттер, я не знаю». «Да». «Голограмма. Ну, конечно. Значит, прийти лично кишка танка». «Да ладно тебя, Феникс, я же не сумасшедший. Осторожность не помешает». «Не важно. Важно, чтобы ты дал мне настоящую компенсацию». «Как мы и договорились. Здесь денег больше, чем нужно на покупку планеты. Воссоздай свое маленькое королевство, свою парадизию или еще что». «Взамен на молчание, конечно. Вечное твое молчание. Уничтожить его». «А он тоже голограммы пришел». «Так вот как решают все серьезные вопросы взрослые дядьки. Они просто…» «Они не приходят в переговоры». «Они пускают голограммы в ход. Только ты умеешь создавать голограммы». «Давайте кота поймаем». «Робокот, он там». «На этот раз тебе не удастся приземлиться на все четыре лапы». «Криса поймано». «Это его слегка угомонит». «Спасибо за помощь, Магнус. Благодаря этому коту мы найдем логово Харриса. Недаром говорят, кошки всегда возвращаются к хозяину». «Давай лур!» «Так, вы думаете, звезд? Что за тренировка такая?» «Даже не пробуй! Я первая!» «Это мой мяч!» «Это мы еще посмотрим». «Консенсы или тяжелкунули?» «Сюда!» «Орон вообще непонятно, зачем он дает им меч. Он же умеет телепортироваться типа со сверхзвуковой скоростью вот эти вот перемещения. Он бы уже давно забрал мяч и давно его забил. «Еще делиться с ними». «Помощь не нужна?» «Наверно. Только зачем?» «Ну ладно, Клэмп. Ты взял, что хотел?» «А мультипоток делают, наверное?» «Разный поток». «Да, все нужное у меня». «Спасибо за помощь. Общество потока очень благодарно». «И с помощью образцов потоков Лайтнингс, Электр, Ксенненс и Вамбас у меня теперь полный комплект. Ну что ж, раз у меня все есть, начну работу. Сидни, поехали в лабораторию». «Понял, едем». «Нормальный электросамокат нашелся». «Ничего не остановит шарки, когда он ищет сенсацию». «Я первый сфотографирую». «Кстати…» «Он такой упорный, да?» «Нет, ты буквы пропустила. Почему?» «Ты должна была сказать упоротый». «Упоротый и упертый». «Кстати, смотрел я однажды выпуск, где делали разоблачение этих магнитных штук. Они рабочие, но ты долго не сможешь это тебе прикинь. Это, короче, как подтягивание. Тебе постоянно нужно подтягивать свой вес, опираясь на…» «Это ты вот эти мифы посмотришь?» «Там, короче, типа на два этажа, что ли, или что-то такое. Там ненамного. На сколько-то этажей они поднимались, и все падали. Потому что, ну, нереально…» «Особенно…» «Они оперировали…» «Знаешь, какой миф?» «В миссии невыполнима…» «Вроде бы, актер с той этажей, короче, на этих штуках…» «Пора про подняться». «Вот, как сейчас, например». «Да…» «Это нереально. «Решили как раз миф разбить». «И вот…» «И там, ну, типа, немного…» «Ну, этажей 8, возможно, максимум. «Может, даже меньше». «И все падали, короче». «Так что…» «Вот так вот». «Команда Парадезии». «Надо быть качком, наверное, чтобы залезать». «Мама!» «О, мама!» «Мама?» «Папа?» «Эй, ты!» «Я тебя узнал!» «Ты мне должен за проезд, ворюга!» «Нет!» «А я сначала подумала, что Синет везет этого мужика!» «О, шарки там, вот это вот…» «Ну, странно, в машине Синет там сидел». «Я же журналист!» «Да, ты посмотри, реально…» «Да, да, там был Синет, ну…» «Ну, спереди машины здесь!» «Так, потому что здесь водители, знаете, сидят почему-то…» «Эй, ты!» «Я тебя узнал!» «Ты мне должен за проезд, ворюга!» «Как гондолы, знаешь, он сзади стоит, такой, отталкивает вот этой палкой свою гондолу!» «Так и здесь!» «Нет!» «Я же журналист!» «Как же я увижу, как ты играешь, если твоя команда уже выбыла?» «Как?» «Ты хочешь увидеть, как я играю?» «Больше всего на свете!» «Так, известно!» «Я ни разу не видела тебя в игре!» «Иди на уличной площадке, поиграй!» «Она такая интересная, она такая, Сина, ты виноват, потому что твоя команда выбыла!» «Ты что, не мог постараться ради меня?» «Слышь, ты кто вообще такая?» «Я тебя знать не знаю!» «Приперлась, ещё и провозишь, ещё и обижаются на меня!» «Ничего себе!» «Поэтому он идёт в толку, чтобы показать…» «Так нет!» «Иди на этот, как это называется…» «Коробка это у нас называлась, да?» «В коробку, да» «В коробку иди, и там попинай мяч, покажи ей, как ты там умеешь 144 раза подряд набить меня!» «Головой мяч и всю…» «Ну, это же другое!» «Она же хотела настоящий галактический футбол!» «Пусть галактический футбол-финал посмотрят бессильные, да!» «Он же поток не может использовать принять!» «Потом, в следующий раз!» «Она молодая, доживёт!» «Не такая реально вообще, вообще с её нагрузки сейчас, конечно, прифигевая!» «Приперлась!» «Мне вообще не знаю откуда!» «Я даже не знал, что сестра есть какая-то!» «Ещё и какие-то провокации!» «Ещё и обиду какую-то!» «Прослышь!» «Как будто его заставили идти играть!» «Как будто его это, я не знаю, как будто он сам такой, блин! «Не хочу играть!» «Ушел!» «Не хочу тебе показывать, как умею играть!» «Дед, здоровый!» «И ты потренируешься с нами!» «Лучше её надо!» «Я тоже буду рада!» «Сегодня мы усложним задачу!» «Недостаточно удивить противника!» «Научитесь удивлять самих себя!» «Удивлять себя!» «Не родился ещё игрок, способный удивить меня!» «А вот здесь откуда у вас?» «Я не галкипер!» «Нет, на сегодня вы будете играть руками!» «Наверняка все знают, как играть в вышибалы!» «Да, такая игра будет!» «Нет, реально, а почему?» «Подожди, у них реально игрока не хватает!» «Что у них?» «У них же, Марк есть!» «Марк, Джок, Марк…» «Сколько их должно быть?» «Семь вроде» «Марк…» «Обычный состав, смотри!» «Ахита» «На воротах» «На защите Мэй Тран» «На полузащите Рокет» «Не Рокет» «На полузащите Рокет» «На обычным составом Галарутия» «И на нападении Джок и Майка Райс» «Ахита» «Охита» «На вместо групии» «У нас есть!» «И на нападении» «У нас каково?» «Майк Райс и Джок» «А в полузащите Марк и Ти» «Все сходится!» «Все...» «Возможно запасного все взяли» «Первая команда, выбившая всех победит!» надеюсь правило вы помните правило мы знаем эй майс ты же говорил что тебя нельзя удивить вон их ваши гуси ой ну против ахита конечно как вообще нереально еще запасной они решили солянку солить просто все причем лунзия она чисто на этот матч потому что лунзия у нее нет потока сноукитс ее нельзя с нами а вот сенеда можно если он вернет свой поток сноукитс потому что у него же шедовский поток его же наверное я не знаю как он же не выключает у себя такой так но я выключаю а вот этот включают на на какой-то образ жизни должен быть опять таки так сходу не должно идти плюс ко всему этому реально если состав полный то вместо кого он будет вместо майза давай сенед в нашу команду идем будешь играть но будешь запасным выгонит выгоняем марка и марк который все отыграл там кучу раз они победили с ним спасибо спасибо моя команда что бросили меня на самом деле за марка не будет сильно обидно вот за майза за майза будет обидно если это подачили да по жопе перелетел сейчас почему то что все матча это даже не футбол тихо дети молча наблюдаете за тренировкой с наукидс вы только посмотрите сестру то взял нет спасибо что пришел с возвращением домой сенит богатый бездомный жир в коробке приготовься к мести майкрайса я чё не дали меч добить тут какой-то глюк мяч должен вернуться у меня есть для тебя кое-что получше посмотри-ка вот это круть и что нам делать с голограммой синеда предупреждаю он не в моей команде нам он тоже не нужен мы сейчас выиграем он в твоей команде еще чего сначала сначала они короче позвали его идем с нами играть футбол а потом таких не в моих линиях мне не нравится такой отношения джок осуждаю 10 раз 10 тысяч раз потому что он толкнул только что его вообще вам посмел нет в натуре это было невежливо натуре вообще конечно по отношению к синеда ты конечно невежливо и рокет забери отсюда голограмму себя ты отдай нам мячик можно мы еще поиграем я не голограмма я и правда с вами с вами за улыбалась как голограмм так не нужно как настоящий а смотри это нет где получается было и как раз таки голограммы до держи врагов рядом потому что там что-то там да да потому что там что-то там вот и думай вот над своим поведением ты тоже знаешь почему потому что ты вот осуждаешься между прочим хотя бы не лицемер ясно да но осуждание его от этого меньше не стал честно а я стал осуждать всю команду с науки ты майкрайсе в том числе это что такое что за я не сплю парни это правда синет и он форме сноукиц что же вы наверное удивитесь на синет вернулся в сноукиц в качестве запасного игрока нам нужна вся сила кирианы какая есть кайфовый парень на самом деле чисто знаете пришел поиграл первый матч в первом сезоне понял что он полный посол за три сезона и пришел в конце финале чисто хочу отметить что кое-кто был в финале с парадизией вот в этом даже не в галактическом футболе что ли которые которые вот это чисто чисто сели в коробке поиграть мяч попинать вот это вот во дворе да вот что считается что там все под бутылку играю ставь лайк нет ставь плюс в комментариях любишься на это также люблю и я даже посмотрим сколько на я же тебя одного я же знаю что там будут одни минусы ты зачем статистику портишь минусовскую вообще или ты считаешь что минус на минус дает а вот минусовскую портим правильно потому что много плюсов наберу короче вы понимаете нет вообще весю чувак реально поиграл первый матч первом сезоне в 3 сезона был ни о чем и такой были ну хотя бы раз то надо выиграть приходят в команду победители так еще так еще прикинь если он в финале чисто просидит на скамейке запасных они выигрывают и он такой будет всем рассказывать что то он выиграл галактически понимаете да весю в ситуации мы три сезона смотрим на одну команду победителей которые в конце оказываются самыми настоящими лицемерами которые за спиной говорят одно а в лицо говорит другой кто не улыбался ему ему покажи там улыбнулась только одна мы одна мы уже 16 15 вот это круть и что нам делать с голограммой 7 предупреждаю он не в моей команде мы сейчас выиграем он в твоей команде еще чего два раза вы толкнули и рокет забери отсюда голограмму 7 d1 вот рано тоже не нравится чем можно мы еще поиграем я не голограмма я и правда с вами с вами где не было там ни одной улыбки где-то там улыбку увидел с вами с вами где ладно он не улыбается но он фигню говорил майк райс улыбается это не улыбка вот это она улыбается она потому что это ее бывшая она такая думает я с ним спала так это он тоже не улыбается у него вообще конъюнктивит в глазу все улыбаются кроме трана ладно тран не лицемер кунюнктивит в глазу если чего здесь видели да чисто чужой косметика поползил я сейчас все объясню смотри они вот у них команда 4 на 4 было да и когда у них начинал появляться пятый они думают были на если пятого нам добавят то рокет будет считать что мы слабые поэтому нам нужна подмога и такие нет не наша вторая команда блин мы тоже не слабаки же мы вчетвером можем и тоже нет и все вот так это как бы порешалось поэтому они мне были ему довольны не потому что это синет а потому что это пятый кто бы здесь не был 5 они не хотели чувствовать свою слабину в своей команде из 4 5 игроком поэтому они все фыркали а когда не узнали что синет сам пришел синет нифига себе наш бывший покровистного kids они такие были ну ничего улыбнулись но дан то вспомнит что в школе его постоянно в ящик-то в этот пряталась и нет и трусы ему на голову на ли поэтому трон один сын и не улыбнулся я все у тебя разложил и еще знаешь они боятся что синет заменит кого-то из них настоящий матч финале и все это я боюсь что синет будет сеть на скамейке запасных а потом выпендриваться что это он выиграл галактический футбол и если он первый матч посидит во втором точном матч какой матч там матч-то лет на 1 тайм мимо кицы в качестве запасного играть опять лицемеры смотри нам нужна вся сила килианы какая есть слышал синет может ты и в команде но ты только запасной понял нет запасной я слышал джок и меня это устраивает да конечно лучше лучше же как бы выиграть лучше же выиграть галактический футбол и занять первое место на скамейке запасных чем вообще не занимать да ну согласись силами остаешься деньги также заработал да потом впендриваться еще можно тактика тактика хитрожопах понимаешь чистых не додумался просто джок надеюсь ты понимаешь что мы должны и они в первом сезоне джок такой прикольный интересный не поддержать игрока который просит дать ему второй шанс я очень надеюсь что ты понимаешь о чем я да да я понимаю понятно нет тебе нужно отдохнуть у нас есть работа а то он больше всех устал вот вот а я у неё не удивлюсь реально это же так и будет он просидит на скамейке запасных потом к ним придут сина ты устану и должен вновь научиться владеть дыханием акилианы он учиться это надо ему да он вообще ничего не умеет но взломать такую систему будет нелегко этот код набит новейшими технологиями код кстати тоже не не такой простой как может показаться вот вроде бы до голограмму не делать камеры там показывает глазами умный следит но это еще и тостер вы можете вставить сюда три куска хлеба и он выдаст вам тост в курсе нет кардиограмма смотри этот код набит новейшими технологиями я смог нейтрализовать программу ставить на весь эти давать и остальное может просто заскочишь на базу технов или уж на крайний случай спросишь клэмпом не указывай мне что делать и так стараюсь за всех сил что ты там скрываешь не могу найти на решение должно быть не отпусти ты так больше выпил а это последняя на моя часть и какая-то разрывая двое займитесь к делам я пытаюсь сосредоточиться до что стряслось можешь помочь мне кое-что открыть что именно x-протокол она моя нет моя хватит командовать а вы смеялись над майкрайсом да и его напитком это получается гениальный напиток он сделал сделал невозможно все таки фу невкусно на самом деле это лечение от всех с болезней знаешь ты такой просто большую болезнь у тебя гриб одну банку выпиваешь сразу здоров ладно я перезвоню когда найду больше информации об этой модели ты всегда так и работа делалась ты ушел пришел все готовы я при ухожу прихожу работа не сделано никогда кто что когда что здесь случилось хозяин мы засекли странный всплеск энергии похоже на наш мультипоток невозможно я проверил дважды это случилось на гимназисе откуда именно точное место вычислить невозможно но там была аномальная радиация и она создала изменения в мультипотоке игроков sony black bones но скоро энергия вновь вернется к максимуму прекрасно столкнувшись такими игроками бедные снова китс потерпит полное фиаско сам решайся нет выбирать чего ты хочешь опять когда черный вообще поток не до поток молодец ничего не хочет это же гнев он уже он же понимаешь что такое смог смог это негативный поток это вот когда ты залишься а у нас только золом был пропитан злость он ненавидит даже себя он ненавидит воздух он ненавидит жизнь ненавидит всем даже футбол ненавидит поэтому видишь его постоянно одолевает смог а его вообще его нельзя брать я считаю в snow kids прошлом дети не не умеет контролировать свой поток его возьмешь на поле выставишь он такой начнет бежать с этим как его с сакелянским потоком а потом бац и в смог превратиться это вот как нам сейчас показали все дисквалификация защищай защищайских лицемеров понятно я буду финале болеть не за них а вот за него чтоб он вышел хотя бы да так нельзя делать потоком акильянским сенет пишу дурак я конечно ничего сказать не хочу мне кажется это нездорово когда ты вот тогда тебя прям вот так что это же разная энергия наверно она как-то по-разному воздействует на тебя это как был нет реально это ненормальный для организм мне кажется он просто в какой-то момент у него на то не знаю с ума сойдет заболеет еще что-то произойдет но так не должно быть это нездорово эти бренды спасибо rocket но лететь со мной не обязательно мне просто надо ненадолго на киллиан я должен кое-что уладить в академии и на рада мне поможет не волнуйся с новыми порталами мы вернемся как раз к финалу и поболеем за вас рокет ты принял отличное решение вернув синета а что если это не сработает что если я недостаточно хорошо если есть человек способный сплотить науки для победы так это ты только один совет ракет верь в себя начинается посадка на рейс до киллиан и пассажирам просьба пройти я научил вас сражаться но я не учил вас побеждать этому вы научились сами на поле просьба пройти к выходу 23 есть получилось есть доступ к виртуальной памяти я не разберешься монет бомба беннет можешь найти где это найти нет но подождите тут все зашифрованно нужно попробовать поискать место сканером посмотрим так начинают реангуляцию и бомба находится что беннет говори уже где у клэмпа найти я не нужно не урони поднос это очень редкие звезды акилианы как твой сын нарата я уверен что рокет справится я это чувствую ты должен увидеть его с командой он прирожденный лидер естественно он же мой сын у нас очень большая проблема такая что-то сосноукиц хуже на килиане мультипотоковая бомба что что ты сказал на килиане где мы видели такой кадр помнишь об он звездные гонки там такую бы помнишь землю показывает похоже на землю проводят параллельной вселенной килиана является возможно прародительницы земли точнее ну альтер как же тяжело им наверное жить в снегу постоянно постоянно носить теплую одежду так это хорошо тебе не нужно заморать вот я считаю хорошо когда нету особого сильного изменения климата понимаешь вот у нас от когда у тебя климат скачет от минус 40 до плюс 40 тебе нужно на все вот эти 80 градусов иметь одежду и на жаркую лето на холодное лето на жаркую осень на холодную осень на жаркую зиму на холодную зиму там одежды миллиард когда у тебя всегда зима ты чувствуешь отток теплой одежде не нужно этих пуханы только меняешь да даже с одним пухоном хочешь и нормально типа из порвался но купила не на те вот эти вот осенние весенние летние одежды чистого но и мне кажется это очень сильно экономит и гардероб и не надо сильно заморачиваться поэтому хочу жить где-то там где от минус идти до плюс где-нибудь двадцати пяти тут нормально ты сыгрался полусяк лучше чем восемьдесят скачу одежда в два раза меньше будет хороший ты можешь сеялся не знаю ваш аж 43 минуту как-то наболтали как-то наболтали постоянно перематывали потому что назад смотрели так это ты виноват докопался до сена конечно ты докопался до снуки докапывалась не классная серия на самом деле интересный получилось вроде много чего можно было обсудить хотя серия такая недвижимая без матчей просто тренировки но у нас еще уже матч будет по любому две серии скорее всего нибудь матчи первый тайм второй тайм надо будет плотно посмотреть подряд да спасибо говорим алекс контор даже поддержку канала за заказ галактического футбола дружок пирожок передаем привет говорим спасибо спасибо всем кто смотрел обязательно поддержите канал подписывайтесь ставьте лайк оставляйте комментарии пишите каком серии как вам реакции залетайте в telegram с там общение анонс подписывайтесь на бустер они доступ эксклюзивы и увидимся в следующих видео всем пока пока пока